Телеканал «24 ДОК» представляет. Я терпеть не могу вот таких общежитий художников, когда в одном коридоре 50 рембрандтов и один сортир. Он с этим пластилином жил, кажется, всю жизнь. И когда мы приводили девушек в гости с гитарой, с бутылкой портвейна садились, Дима тоже приходил к нам, и девушки все время садились в его пластилин. И они говорят, ой, ребята, что-то к нам прилипло там. И я пришел и говорю, Александр Федорович, ну заберите Димку, ну что он нам мешает нам все? Нет, ребят, вы должны принять его в свою компанию. Ну вот он был скульптором всю жизнь, сколько я его помню. Путь отрицания, потому что когда-то Димка сказал, что мне очень не нравится вся эта классическая история с классической скульптурой, и я, конечно, ничего не отрицаю, но я пойду другим путем, как сказал брат Ленина когда-то. Дима пошел другим путем, но как-то на первой выставке, куда его пустили, его работы, такая была скульптура из остатков деревенских деревянных домов. И подошел Аникушин тогда и сказал, Дима, что это такое? А у него была, извините меня, задница сделана из какого-то, из какого-то куска печки, и была вьюшка такая. Он говорит, это как-то вьюшка. Он говорит, а зачем на человеческой попе вьюшка? Говорит Аникушин. Дима недолго думал и сказал, чтобы воздух выходил. Мне очень интересны его работы, и почему он выбрал такой стиль, почему он делает их так, а не иначе. Я хотел дать возможность не только ему, а еще двум моим друзьям, художникам, рассказывать, почему это так, а не иначе. И вот я говорю, Дима, говори, что хочешь, рассказывай, что хочешь. Но я бы хотел понять, почему ты делаешь культуру, это из дерева, а не из камня, это из камня, а не из дерева. Почему ты делаешь такой, а не какой другой? И почему ты живешь так? Вот все живут в мастерских, в городе, а ты из города уехал в деревню, и тебе вот этот пригород Ленинграда, ну, Петербург и теперь, с этими деревянными домами милее, и он тебе важнее для творчества, чем какая-то хорошая мастерская в городе. И у него такие работы, они не в общем русле, такой классический, может, культура были в советское время, и сейчас он выбрал себе какой-то свой путь, хотя он сказал мне, если я никогда ничего не отрицаю, я все убираю в себя, все виды искусства, старые, древние, современные. Но мне кажется, только отрицая классическое направление, возможно добиться таких потрясающих результатов, которых добился Димка в скульптуре.